Когда у человека пытаются отжать бумажник, он всегда сначала ищет справедливости, а потом хорошего дантиста. А когда у Майка Тайсона хотели забрать победу, искали другую профессию, ведь с боксом приходилось завязать. Приветствую вас, крушащие кулаки улиток! С вами Федорович, а в этом видео я, как муравей, пытающийся стащить кусок шашлыка у пьяных туристов, попытаюсь показать вам лучшие нокауты самого известного боксера в мире, Майка Тайсона, которого некоторые считают лучшим во все времена, а некоторые называют мешкобоем и недостойным человеком. А кто он для вас, можете написать в комменты, но после просмотра этого видео. Безобыкновенных людей не бывает великих, а в боксе подавно. 20 июня 1985 года, Атлантик Сити, соперник Рикардо Спайн, у которого всего один бой и одна победа, но и Майк Начинающий Проспект, который провел всего три боя, правда все выиграл нокаутом, поэтому все ожидали очередной расправы. И она пришла в виде молниеносного левого сбоку, который мало кто смог разглядеть за 40 секунд до конца первого раунда. Рога быстрее всего вырастают на лысой голове, а после удара в Майка в нокаут падали одинаково быстро. И лысые, и потлатые. 13 ноября 1985 года. Ромада Хьюстон-Отель. Противник Майка Эдди Ричардсон. На момент боя Тайсон уже успел набить 10 поединков, закончив все нокаутом. При этом у Ричардсона был рекорд из 10 побед и 2 поражений. И в него, конечно, мало кто верил. Поэтому зрители, пришедшие посмотреть на мясорубку, не спешили открывать пивас и уж точно не стоило доставать семки. На второй минуте боя все было сделано левым крюком, который войдет в историю. Редактор субтитров А.Семкин Без предмета нет и тени, а без проигравших нет победителей. 6 сентября 1986 года. Лас-Вегас. Соперник Альфонсо Ратлиф с рекордом в 21 победу и 3 поражения. Это был хороший боксер с серьезным рекордом, у которого была отличная антропометрия, которая давала ему преимущество над Тайсоном. Вот только одна беда. Как раз таки Майку об этом сказать забыли. С первых секунд боя Железный Майк бросился на Альфонсо, как Кинг-Конг на Годзиллу с бензовозом в руке, нанося жесточайшие удары и гоняя его по всему рингу. Но Ратлиф парень непростой и первый раунд он продержался. А вот второй не смог. В середине которого разящие кулаки Майка настигли бедную голову Альфонсо. Эксперт это человек, который просто сделал больше ошибок, чем вы, но не сдался. А чемпион это мужик, который вставал после каждого падения, даже тогда, когда все сдавались. 11 июля 1986 года. Нью-Йорк. Соперник Лоренцо Бойт с рекордом в 15 побед и 5 поражений. Тем временем у Железяки в мешке уже 24 победы, 22 из которых нокаутом. В целом зрители увидели неплохой бой, но от Лоренцо мало кто ожидал чуда. Хоть боец он и неплохой. Но чудо показал именно Майк в середине второго раунда. Исполнив свою коронную связку правой рукой, зарядив боковой в корпус, глядя на который уже перехватывает дыхание, и добавив апперкот, от которого можно вернуться в детство. Причем навсегда. Зонтик нужно брать раньше, чем промокнешь, а думать, против кого ты боксируешь, до того, как попадешь к врачу. 11 января 1986 года. Нью-Йорк. Соперник Дэвид Джако, у которого за плечами 24 боя, 19 из которых он выиграл. У молодого Майка уже нехилый рекорд из 15 побед без поражений. И глядя на этого долговязого снежка, Железный точно не собирался долго задерживаться в ринге. За первую минуту первого раунда Дэвид трижды побывал в нокдауне, но нужно отдать ему должное, он каждый раз вставал. Хоть бой закончился правилом трех нокдаунам в одном раунде. Алмаз не будет обладать блеском драгоценного камня, если его не отшлифовать. А боец не станет чемпионом, если не закалит характер. 16 июня 1990 года, Лас-Вегас, соперник Генри Тилман, олимпийский чемпион, с профи-рекордом в 20 побед и 4 поражения. Это был первый бой Тайсона после первого поражения в карьере Дагласу и потери всех поясов. Поэтому он жаждал мести и хотел доказать всем, что еще рано списывать его со счетов, несмотря на развод, судебные тяжбы и загулы. И ему это удалось, уже в конце первого раунда отправив Генри в жесткий нокаут, даже несмотря на то, что удар прилетел в лоб. Самые лучшие пастухи пасут своих баранов с помощью новостей по телевизору, а самые лучшие бойцы решают, кто пастух, а кто баран, с помощью жестких ударов. 18 марта 1991 года. Лас-Вегас. Соперник Донован Радак. На то время этот парень считался лучшим тяжеловесом, а их бой анонсировался как встреча самых жестких ребят. Кстати, победитель этого боя должен был встретиться с победителем боя Холифилд Форман. Этот бой полностью оправдал ожидания фанов, которые наблюдали за бескомпромиссной и жесточайшей рубкой двух титанов, хотя и без скандала не обошлось. Донован побывал в нокдауне во втором и в третьем раундах, а в седьмом Майк всадил ему серию из шести ударов, парочку из которых очень жестко зашли. После чего Радак повис на канатах, но не упал. Но для рефери это было сигналом, и он остановил бой. После чего в ринге начался замес секундантов по поводу такого решения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, а в комментах напишите, за сколько секунд вы бы уделали Тайсона, даже не вставая с дивана. А если вам понравится это видео, то я обязательно сделаю вторую часть. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. И как? Все, спокойно, спокойно. Защита. Нога руки держат, раз-два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять, у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходя из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok